В Дзержинске задержали банду мошенников, которые представлялись с работниками газовой службы. В организованной группе состояло более 10 человек. Часть из них занималась продажей товаров народного потребления. Благодаря чему мошенники вычисляли, где проживают одинокие пенсионеры. А затем другие злоумышленники под видом работников газовой службы проникали в квартиру и обворовывали пенсионеров. Эти деньги лежали в воздухе. Они у меня еще время там лежат. Возраст он такой, 50 рублей. Думаю, это насмерть мне пригодило. Где соль? Вон мешочек солью. Нет, я все перерывала. Я и вытащила пятерку, ну, красненькую. Это вот отсюда. Вот. Нет. Сейчас я его скину. Нет, нет. Зашел один высокий, черный, черноглазый, большеглазый, а другой маленький, да щупенький такой худенький. Джинсы у него такие потрепанные. Ну и вот газовики. Вот. Будем менять вот это, вот это. Начали мне рассказывать, что будем менять. В преступную группу входили жители Воронежа, Тулы, Кемеру, жители Нижегородской области. Данные лица приходили в квартиры пожилых людей, предлагали всевозможные бытовые изделия. При этом они высматривали, где находятся деньги. И приблизительно через неделю или две в эту же квартиру приходили два-три молодых человека. Представлялись работниками горгаза и во время осмотра квартиры похищали данные средства. Меня интересует все по газу, он говорит. А тот мальчишечка стал по квартире шастать. Он даже в той комнате был. Я вот сюда вышла, а он услышал мои шаги и метнулся оттуда вперед. Я батарею проверяю. Я говорю, ну ладно. Ну, все, спасибо, все у вас хорошо. Ну, мы пошли до свидания. Ну, я за ним закрыла дверь. Ну, а предчувствие все равно оно есть. Я, значит, пошла, вот, хожу, вот у меня шпанет. Вот у меня шпанет. Ну, я смотрю, пусто. Ну, еще, мне понятно было, у меня тут было три тысячи, но эти у меня деньги были на лечение. Зашел, расположил человек к себе. Отзвонился напарнику, напарник зашел, забрал деньги. Повыжил. Сколько денег за 25 тысяч? Совершали преступления в Нижнем Новгороде. Нами установлено, что они причастны к аналогичным преступлениям в Владимирской области, Ивановской области. В настоящее время доказано шесть эпизодов. Задержано шесть человек, все арестованы. Максимальное похищенное средство – 350 тысяч рублей. Мстить я не могу. Каждый человек как-то Бог дал, а Бог взял. Это не мое дело, чтобы вот что-то с ним случилось. Но, чтобы все-таки они одумались, нужно работать и честным трудом зарабатывать деньги. Правоохранительные органы призывают жителей быть бдительными и осторожными. Если вы располагаете какой-либо информацией о злоумышленниках или сами пострадали от их действий, звоните по телефону дежурной части города Дзержинск. 8 8 3 1 3 25 0 2 0 2 или по каналу связи 0 2.